МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка из-за бугра. Более трех тонн гуманитарной помощи доставили в Алматинскую область из Турции и Узбекистана. Дорожные страсти. На жалобу жителей села Лепсе о некачественном дорожном покрытии отреагировал антикор. История Розового озера. Кубиту станет особо охраняемой природной территорией. В Алматинской области количество звонков, поступающих на станцию скорой помощи, уменьшилось на 20%. За последние недели в регионе значительно снизился уровень заболеваемости пневмонией. Специалисты считают, что этому поспособствовало поддержание карантинных мер. Вопрос на личном контроле Акима области. По его же поручению была создана 391 мобильная группа, представители которых выезжали к больным на дом для оказания консультативной и лечебной помощи. Кроме того, пять колл-центров принимают обращения от населения круглосуточно. То есть в любое время позвонившим может получить помощь квалифицированного специалиста. Под наблюдением врачей на сегодня находится 5000 человек. За счет работы мобильных бригад снизилось количество вызовов скорой помощи в два раза. Кроме этого, за счет введения карантинных мер в области количество поступающих больниц снизилось тоже в два раза. Если две недели назад в сутки больницы поступало 300 человек с пневмонией ковидом, то на сегодня это число составляет 150. Также с местного бюджета выделены средства в размере 3 миллиардов тенге, на которые будет закуплено 177 ИВЛ-аппаратов, 15 рентген-аппаратов тоже будут приобретаться. Кроме этого, на лекарственные средства выделено 550 миллионов. За счет этих средств будет сформирован лекарственный резерв. Для дальнейшей стабилизации эпидобстановки главный государственный санитарный врач города Талдыкурган Ермик Асимкулов вынес постановление о введении строгих ограничительных мероприятий на территории Талдыкургана на предстоящие выходные 25 и 26 июля. То есть будет приостановлено движение общественного транспорта, работа объектов и движений всех видов транспорта, кроме спецмашин, на отрезках улицы Шевченко, Бержан-Сал и Аконсара, от проспекта Назарбаева до улицы Курманова. Работа магазинов ограничивается с 10 утра до 8 вечера. Станции техобслуживания, автомойки и прочих с 8 утра до 17.00. Приостановление обязывает население носить маски повсеместно. Исполнение норм документа будет обеспечено специальными группами, обеспечивающими патрулирование улиц и общественных мест областного центра. Продолжаем выпуск. Международная поддержка. Очередной груз с гуманитарной помощью доставили в Алматинскую область. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты передали из Турции и Узбекистана. Общий вес товаров более трех тонн. Их уже отправили по больницам Талкургана и близлежащих районов. Оход их распределения проверила региональная антикоррупционная служба. Напомним, ранее в Алматинскую область были доставлены медикаменты, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты из Арабских Эмиратов, Китая, России и Катара. На все товары у нас волонтерской направлением будут проставляться соответствующие печати, что это гуманитарная помощь, она продаже не подлежит. В то же время хочу сказать, что сейчас в Управлении здравоохранения эти товары будут распределяться по накладным в районы нашей больницы, а также в областную больницу. Туристам на Кольцайских озерах бесплатно раздавали медицинские маски. Также сатановцами и волонтерами Алматинской области роздано свыше тысячи средств индивидуальной защиты. Пропаганда санитарных требований и защита общественного здоровья – основная задача организаторов. Помимо раздачи масок отдыхающим разъясняли требования санитарных врачей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отметим, с сегодняшнего дня в Кольцайские озера, а также Капшигайское побережье будут закрыты для посещения туристами до 2 августа текущего года. Отдыхающих на Кольцай немало. Достаточно там и тех, кто пренебрегает правилами безопасности, установленными нормами. Поэтому мы призываем любителей активного отдыха носить медицинские маски и придерживаться социальной дистанции. Подобные акции мы планируем провести в местах отдыха и Сык, и Тургень, так как там тоже всегда много отдыхающих. Борьба за выживание. Предприятия общественного питания переходят на альтернативные методы продолжения деятельности. Их много. Наши корреспонденты узнали, каким именно отдают предпочтение рестораторы Талдыкургана. Подробности в сюжете. Карантин, запреты на банкеты. И, как следствие, крупные рестораны прекратили работу. Однако деятельность всей сферы общественного питания остановить полностью невозможно. Даже в период пандемии. Потому небольшие кафе и рестораны продолжать работу будут. Но при условии строгого соблюдения санитарных норм. На начальном этапе выход с положения, то есть находили таким образом, занимались, принимали онлайн заказы, занимались доставкой. Но в любом случае тот объем, который был ранее при посещении кафе и ресторанов, его сейчас в любом случае нет. То есть идут большие потери в этом направлении. Некоторые наши предприниматели делают переоборудование своих рабочих мест. И если улица, то есть площадка перед их кафе и ресторанами позволяет, то есть открывают летники. Палата предпринимателей совместно с ответственными государственными структурами неустанно ищет новые пути поддержки представителей ресторанного бизнеса. Но пока ситуация с вирусной пандемией продолжает угрожать жизни и здоровью населения, минимизировать угрозу заражения и обеспечить возможность избежания массового скопления людей, приоритетная задача. Потому большинство рестораторов стали использовать современные средства видеофиксации пребывания посетителей в зал. Если общепит будет согласно правилам, под видеоконтролем, готовность это есть. У нас есть ассоциация НОРЭКО, все казахстанская, они уже дали согласие, предложение по решению этих проблем. Как сделать так, чтобы ни СЭС, ни ЧАЭС никто не переживал, что там нарушаются какие-то саннормы или еще что-либо. Мы хотим все-таки доказать и себе, и другим, что общепит – это не источник опасности. Основное число бизнес-формирований в период пандемии потеряло доходы и даже оказалось в минусе. Учитывая это, навстречу предпринимателям идет и государство, вводя налоговые преференции и по возможности снижая процентные ставки и аннулируя пенни по кредитам. Рустам Аралбаев, Иржан Дюсен, телеканал «ЖИЦУ». Нет коррупции на дорогах. Качество асфальтового полотна на трассах республиканского и областного значения проверили сотрудники антикоррупционной службы. Совместно с сотрудниками Департамента полиции и Национального центра исследования они обследовали участки Талдыкурган-Шингельде и Лепсе-Актугай. О результатах расскажет Дамир Анитов. Отрезок республиканской трассы между Алматы и Талдыкурганом был сдан в эксплуатацию немногим более пяти лет назад. Движения по нему достаточно интенсивные. Внимание представителя антикоррупционной службы привлек участок со 113 по 149 километр. Здесь местами по обочине образовалась пучина. Наша организация полностью собирается устранять все выявленные нарушения. Так как мы несем гарантийную ответственность на пять лет, соответственно все нарушения, которые есть, мы их устраним. Из-за карантина, из-за того, что невозможность была мобилизироваться, приехать с Астаны, это намного нам тяжелее, усложнило нашу работу. Но, несмотря на это, мы наняли подрядную организацию, которая уже начала устранять дефекты, которые были предписаны заранее. Реконструкция трассы Алматы и Талдыкурганом приоритетная задача. Дорога ведет к излюбленному месту отдыха казахстанцев – озеру Балхаш. Скорейшая ее реконструкция – значительно увеличить поток туристов, уверенный в областном Акимате. Длина всего участка – 110 километров. Ремонтные работы, согласно тендеру, ведутся на 35 из них. Качество трассы областного значения проверила мониторинговая группа. Алматы, Семеногорск, Лепса, Ахтогай. Реконструкция – 0,35 участок. Общая стоимость составляет 9,811 миллионов. Из них с 2017 по 2019 год освоено 5,847 миллионов. Остаток – 943 миллиона на 2021 год. А машина в 2021 году – 0,35 километра мы завершены. Строительные работы стартовали в 2018 году. На объекты трудятся 200 человек и 65 единиц техники. По словам подрядчика, людей на объекте не хватает. Однако на сроках это никак не отразится. Отставания от графика нет. Единственное – проезжайшие большегрузы наносят усерд дороги. Трасса не предназначена для грузовиков весом свыше 8 тонн. Оттуда заворачиваются машины, через Ахтогай, Лепсы, проезжают большегрузные машины здесь. Здесь дорога рассчитана на 8 тонн. А эти машины 35-40 тонн, а на 8 составляет 10-15, 15-20 тонн. И они могут всю дорогу разбить. Завтра получится, скажут, строят дорогу, для чего разбивают дорогу. Писали в транспортную инспекцию, в ГАИ, Сарканский район, Акимат Сарканский район, Акимат Алакольского района, что приняли меры. Если поставить посты, там и на Мулалинском повороте, и закрыть, может быть, большегрузные не проезжали. Это пародия на дорогу. Бунтовали жители села Лепсы Сарканского района. Социальные сети заполнило вирусное видео. В нем мужчина жалуется на качество уложенного асфальта. Данный ролик заинтересовал сотрудников антикоррупционной службы. И мониторинговая группа посетила населенный пункт, чтобы разобраться в проблеме. Однако свои слова автор ролика взял обратно. Да, это я выложил ролик. Но, если честно, на тот момент мне казалось, что дорога уложена неправильно, что асфальт мягкий, некачественный. Но, как мне объяснили, это был холодный асфальт, и он должен был затвердеть. Я не специалист, поэтому сгоряча сказал, оказывается, все нормально. Не было повода для паники. Приношу свои извинения, так как, повторюсь, я не специалист. И, поддавшись эмоциям, опубликовал видео, не разобравшись с ситуацией. Дорогу построили, мы довольны лично, как местные жители. У меня вот дети в школу ходят, удобно, допустим. Жена на машине ездит. Никогда не было такой дороги у нас здесь, например. 31 миллион для этой дороги, это же не деньги же, я так считаю. Потому что я просто приблизительно почитал, там 17 миллионов только на асфальт уходит. Это довести, привести, я думаю, там никакой коррупции нет, на мой взгляд. Специалисты выявят, конечно, пусть восстанавливают. А так, люди, местные жители, да, довольны. Несмотря на хвалебные отзывы, мониторинговая группа свое дело знает. Эксперты взяли образцы керна, то есть проб, с улицы Аблайхана, где прошел ремонт двух километров дороги. Как выяснилось, положенные 4 сантиметра асфальта постелены. Но вот для дальнейшего обследования необходимо специальное оборудование. Все пробы отправлены в лабораторию. Изначально по договору у нас здесь проходил, должен быть, ямочный ремонт, то есть асфальтного покрытия внутри поселковых дорог. Мы же сделали текущий ремонт со сплошным покрытием. Согласно техсовета, который мы созвали после подписания договора, работы все выполнены согласно сметной документации и срок. То есть все параметры по квадратуре, все полностью соблюдено. Я видео видел, я читал комментарии, но здесь я в первую очередь хочу одно сказать. Это доводы населения, ничем не обоснованные. Лабораторные анализы будут готовы через два дня. Только тогда можно делать выводы, говорят эксперты. В случае выявления нарушений, дело будет передано в Департамент экономических расследований для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения. Дамир Анитов, Ержан Десен, Телеканал ЖТСУ. Касымжо Мартокаев выразил недовольство поведению некоторых несознательных граждан на озере Кубейтус. На своей странице в социальных сетях он призвал жителей к бережному отношению, к культурному отдыху и заботе об экологии. Решение проблемы не заставило себя долго ждать. Теперь озеро Кубейтус станет особо охраняемой природной зоной. Фото внедорожника в розовом озере вызвало шквал эмоций у пользователей сетей. Дело в том, что розовый цвет озера Кубейтусак Молинской области окрашивается всего раз в несколько лет. Связано это с размножением водорослей с высоким содержанием ветокаротина. Необычный оттенок привлек толпы отдыхающих и туристов. Если одни лишь сделали фото на его фоне, то другие разводили на берегу костры. Кто-то даже заехал на водоем на внедорожнике. Президент страны выразил недовольство таким варварским отношением к уникальной природе страны. Продолжается повальная бескультурия граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному розовому озеру Кубейтус. Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерство образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную. Хасмжомар Токаев, президент Республики Казахстан. Многие ошибочно думают, что у озера есть лечебные и полезные свойства и стали вывозить соль. На самом деле, никаким целебным эффектом она не обладает. Об этом свидетельствуют пробы. Отложения бесценны и необходимы только лишь для самого водоема и природы. Именно в этой концентрации и растет долонела солоноводная, придающая у озера такой потрясающий цвет. А несознательные граждане только разрушают экосистему водного объекта своими действиями. Теперь всех нерадивых туристов будут усиленно штрафовать. Как сообщил глава Минэкологии, за выброс мусора на уникальном розовом водоеме к ответственности уже привлечены несколько человек. Отныне меры за урон природе будут ужесточены, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов. Здесь необходимо решать все-таки проблему двумя способами. Первый – это, как мы уже говорили, через экологическое образование и усиление штрафов. И второе – с учетом уникальности этого озера мы полагаем необходимым придать ему статус особо охраняемой природной территории для того, чтобы на него распространялся уже соответствующий ограничительный режим. Напомним, ранее Розовое озеро планировали отдать в частное владение на 49 лет. Однако это решение отменено, так как государство возьмет его под свою охрану и придаст водоему статус особо охраняемой природной территории. Алексей Цурина, Тутеев, Телекона УЖТСУ. Инспекторы и экологи выясняют причину гибели диких уток на озере Алаколь. На остров Арал-Тебе отправятся сотрудники научных организаций, инспекции и департамента экологии. Авторы видео сообщали, что обнаружили не менее 20 птиц на берегу Алаколя, на острове Арал-Тебе. Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакен Дильдахмед отметил, что для выяснения причин гибели птиц проведут проверку. Дополнительно на место отправятся сотрудники научных организаций, инспекции и департамента экологии Восточно-Казахстанской области. В Алматы жильцы девятиэтажного дома номер 151 в микрорайоне Зерделе обратились к президенту. Семьи, получившие дома по госпрограмме, просят сделать усиление конструкции многоэтажки. Они уверяют, что их дом начал крениться, сообщает 31 канал. После ЧП с тремя накренившимися многоэтажками в микрорайоне обещали обследовать все остальные дома. Но пока комиссии не было, жильцы дома стали замечать на стенах в квартирах трещины. Дверные косяки стали отсыпаться, а двери перестали закрываться. В Акимате заверили, что осмотр дома и заключение запланированы на сентябрь. Трещин на конструкции дома мы не увидели. Есть микротрещины по отделке, по штукатурке. Но это не трещины в конструкции здания. В случае, если такие трещины будут образованы, Казни ИСА нам дает заключение не только по основанию дома, но и по верхней конструкции. Прокомментировали в Акимате города Алматы. Производители школьной формы терпят огромные убытки. Они обратились в Министерство образования и науки Казахстана. Склады заполнены нереализованным товаром на сотни миллионов тенге. Форму никто не покупает, сообщает 31 канал. По словам продавца предприятия по выпуску формы Айман Шокулбаева, после новости о временной отмене формы, клиенты вообще перестали приходить. Некоторые поставщики вернули нереализованный товар. Чтобы швей не потеряли работу, цех начал выпускать маски. Производители рассказывают, что прошлогодние сбережения вложили в пошив новой формы. Но теперь неизвестно, смогут ли они вернуть эти деньги. Ранее для реализации их продукции начинали активно работать школьные ярмарки. Сейчас места под ярмарки на базарах пустуют. Те, кто продавал форму, торгуют домашней одеждой. В индонезийском Купанге на берег выбросило 23-метрового синего кита. Причина гибели осталась неизвестной. Прежде чем местные специалисты сумели приступить к осмотру млекопитающего, его тушу вновь смыло в море. Два года назад в Индонезии также был найден мертвый кит. В его желудке обнаружили около сотни пластиковых стаканчиков. По заявлению экологов, проблема загрязнения океанов особенно остро стоит в Юго-Восточной Азии. Синие киты – крупнейший из существующих животных. Их вес может достигать 200 тонн, а длина – 33 метров. В токиевском аквариуме Саншайн открылся новый бассейн для медуз. Удивительным панорамным видом можно полюбоваться только заранее, купив билет на определенный день и время. На фоне распространения коронавируса руководство аквариума стремится избежать большого скопления людей для нераспространения коронавируса. Всего в Японии к настоящему моменту зафиксировано 25,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Тысячи французов приняли участие в большой арт-прогулке среди пейзажей массива Дебош. Из-за пандемии коронавируса акция покинула привычные улицы Анси. Поразмышлять на высоте 1700 метров над уровнем моря в традиционную тему мероприятия «Урбанизация как фактор нарушения экологического равновесия» публика оказалась не прочь. 4 километра трасс для беговых лыж облюбовали около сотни художников, музыкантов, хореографов и артистов цирка. Всего в бесплатном перформанс-марафоне в этом году приняли участие около 10 тысяч зрителей. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова